Добрый вечер. Как нам пишет наша программа? It's Showtime. Добрый вечер. И он для нас технически очень непростой вечер, потому что сегодня впервые у нас аж 8 человек запланировано, чтобы появились в студии. И вот по какому поводу. Мы будем сейчас с вами разговаривать не просто с легендарными людьми, мы будем разговаривать про легендарную дисциплину, потому что эстафета 4 по 200, самая старая эстафета, которую Джон Каунселман назвал гордостью нации. Михаил Евгеньевич, слышно нас нормально? Да, добрый вечер, Денис Сергеевич, добрый вечер, друзья. С какого года? С какого года 4 по 200 в программе Олимпийских игр? С 1908 года во всех Олимпийских играх в плавательной программе присутствовала эстафета 4 раза по 200 метров вольный стиль. Комбинированная эстафета появилась позже, эстафета 4 по 100 появлялась, уходила, снова появлялась. А эта дисциплина с 1908 года, безо всякого исключения, обязательно присутствовала в Олимпийских видах программы. Слушай, ну ты как прямо на уроке подготовился, чувствуешь, знаешь, материал. Не просто подготовились, да, 25 комплектов наград выиграно, разыграно за это время, 17 раз становили победителями сборная команда Соединенных Штатов Америки. Три раза австралийцы, две победы японских спортсменов, две победы спортсменов СССР и Объединенной Команды, и одна победа сборная команда Великобритании именно в 1908 году. Ну ты точно подготовился. Давайте даже конкурс небольшой сегодня проведем. Вот мне лично очень интересно, ты сказал про то, что 4 по 100 появлялась и исчезала. Вот на самом деле, кто сможет в эфире объяснить, почему эстафета 4 по 100 метров вольный стиль отсутствовала в программе Олимпийских игр в 1976 и 1980 году? Вот кто ответит, большой приз от Международного Олимпийского комитета и от меня лично. Ну что ж, ребят, сегодня такой, ты не подсказывай, ни в коем случае, Михаил Евгеньевич. Сегодня мы будем говорить с людьми, которыми в жаркий, как они рассказывают, да, я там не был, к сожалению, в жаркий летний июльский день поднялись на гору Манджуик для того, чтобы стать настоящими богами плавания. Давайте потихоньку представлять тех, кто находится с нами вместе в студии. Ну и прежде всего, конечно же, это трехкратный олимпийский чемпион, тот человек, который взлетел буквально на Олимпийский педестал. Произошло это в Барселоне, Евгений Садовый. Жень, привет, как с вами? Здравствуйте, ребят. Как самочувствие? Где ты, что ты? Самочувствие нормальное, периодически занимаюсь спортом у себя в подвале, периодически выезжаю по магазинам с женой, по работе, приезжал на Шлугарадский бассейн, Борис его слел, сейчас занимается ваннами. Ну, готовимся в дальнейшей работе, а мы надеемся на это, что работа дальше будет вести. Понятно, ну, слушай, самочувствие хорошее, это самое главное. Дальше уж поедем по эстафетному... Я бы тебе, Денис, предложил хронологию все-таки выложить, как ребята выступали с утра и потом уже... А мы сейчас так и пойдем, забойщик Дмитрий Лепиков и с утра был первым, и вечером был первым. Дим, привет! Здорово, ребят, добрый день, добрый вечер уже. Теперь в Волгограде мы перенеслись в Санкт-Петербург? Что в Санкт-Петербург сажен? Ты в Питере сейчас? Да, да, конечно. Окей, как обстановка? Все то же самое, что и в Волгограде? Дома? Да, конечно. Сейчас же карантин, все дома сидят потихонечку, пузо наедают. Женя, он там тренируется, говорил, я бегать начал. Немножко побегал, коленки что-то болеть стали. Ну, уже все, как бы, не для спорта временно. Надо на элипсе бегать делать. На велик, да, на велик все это делал. У меня здесь был велик. Продал, думал бегать. Полезнее будет. Ну что, следующий у нас. Мы пока не берем утро. У нас там Юра Мухин пытается подключиться. Сейчас буквально пять минуточек. Мы берем вечерний состав, да, третий этап. Это венитэй, венитэй, шт scenario. Шикако. Шикако на связи. Всем привет, всем доброго времени суток. Слышно, отлично? Отлично слышно и видно. Дай бог, дай бог. Володя сегодня в том самом спортивном костюме, в той самой олимпийке, да, в которой как раз и спортсмены команды, объединенной сборной команды выходили на старт и частично выходили на награждение. Это было такое, было. Да, 28 лет костюму. О, как сохранился. Ну что ж, третий этап, Веня Таянович. Вениамир Игоревич, добрый вечер. Добрый вечер. Вениамир, где вы сегодня? Сегодня дома, как и все, наверное, на карантине. Смотрим интересные передачи. Веня, город какой? К примеру, город Уфа. Ты в Уфе? Да. Вашу передачу посматриваю. Она у вас идет как сериал. Я бы даже придумал второе название «Судьба спортсмена». Вениамир, мы обязательно твое предложение зафиксируем и учтем. Наш шеф-редактор. А кто у нас, кстати, шеф-редактор, Денис Сергеевич? У нас шеф-редактор, вся наша благодарная аудитория, которая реагирует на все наши выступления с тобой. Ребят, давайте, чтобы это все как-то не получилось так в перебивании друг друга, как-то все систематизируем наш сегодняшний вечер. И все-таки я предлагаю вспомнить в целом олимпиаду, как все начиналось, как приехали, как готовились, как волновались, как волновались, потому что я помню свою олимпиаду, которую с Владимиром Пышненко прошел. Я помню, мы шли на старт, эстафеты 4 по 100, у нас были три молодых парня, и нам нагрузку дали этого дядьку, который бывал, и который уже прошел огонь, вода и медные трубы, и говорят, ну, типа того, что, если что, спросите у Пышненко. А я смотрю на Пышненко, я понимаю, что уже не спрашиваю. Окей, давайте начнем с олимпиады, давайте для того, чтобы вспомнить ту атмосферу, вспомним день предшествующей эстафеты, а именно 26 июля, тот день, когда Евгений Садовый стал олимпийским чемпионом. Михаил Евгеньевич, будет у нас такая возможность посмотреть все это? Так, а я сейчас смотрю, где у нас... Давайте... Ну, ты только смотри, я здесь спрошу, спрошу... Есть Евгений? Да-да, здесь-здесь. Нет, Денис Сергеевич, пошла демонстрация. Да-да-да, все есть. Все есть. Да, вот финальный заплыв, вечер 26 июля, Юля. Жень, ты помнишь свои ощущения по приезду на эту олимпиаду? Это твои первые крупные такие соревнования? Ну, самый тяжелый заплыв, это был, точнее, 200 метров вольным стилем, потому что я все-таки осознавал, что борьба пойдет за серебро-бронзу, за серебро-золото, ну вот, то есть не было там никаких надежд, что это эти места или четвертый займок. Вот, ну и как-то по этому поводу я себя все-таки перекручивал, хотя со мной такая редкость случается. Редко, но тем не менее умудрился накрутить себя. Вот, из-за этого и файл-старт сделал, который в то время был разрешен. Женя, это же первый день Олимпийских игр, только вчера было открытие, выходили на открытие, нет? На открытие я не попал, не попал еще Саша Попов, вот, еще кто-то с нами был, по-моему, в Вене, Таинович. Вот, мы задержались на экипировочном центре, вот, и нас в Олимпийскую деревню привезли очень-очень поздно. Ну, то есть ты даже планировал пойти на открытие, не боялся устать? Ну, сама ситуация, она привела к тому, что я отдохнул вместо того, чтобы там толкаться и ходить на открытие. Вот, потому что все-таки на следующий день пойти, то есть я подумал о том, чтобы не пойти на него. Я напомню, что в финальном заплыве выступало два спортсмена объединенной команды, по третьей дорожке Владимир Пышненко и по четвертой дорожке Евгении Садовой. В общем, главный соперник у ребят это плавущий по пятой дорожке Андрес Холмерц. Правильно, Евгений? Все верно, да. Классный парень, кстати говоря. Да. Мы не сомневаемся. Жень, Жень, ты знал о том, что главным соперником на Олимпиаде будет именно Холмерц? Или это выяснилось только с утра? Потому что вы с утра... Мы с ним бодались, мне повезло, то что мы с Андресом Холмерцем бодались до этого на многих соревнованиях, вот, и мы друг друга изучили, вот, потому как всегда такое было, если я там больше корпуса проигрывал в начале, вот, то я ему проигрывал и так, а здесь получилась та же песня, он это знал прекрасно, и он начал очень хорошо. Слушай, ну вы с утра 76, 46, 74, вы уже с утра зажгли. Ну, так мы вообще купались, я вышел, у меня после заплуб, сердце забилось от сознания того, что медаль будет сегодня. Круто. А вышел, то есть никакой усталости, вообще ничего, ни закисления, ничего. После утреннего, да, заплывал? После утреннего заплывал, я напомню, что тогда не было полуфинальных заплывов, соревнования состоялись двух этапов, это утренний и вечерний сразу заплыв. Утром восьмерка сильнейших попадала в финал А, с девятого по шестнадцатого места проводился финал Б. Так, вопрос к Володе. Володь, слушай, ты с утра тоже был достаточно быстро, 47, 94, ты попал третьим, ты попал третьим, твоя третья дорожка, что ты думал после утреннего заплыва? Если честно, если честно, думал, надо выигрывать. То есть, ты чувствовал себе еще запас такой достаточно серьезный? Да, то же самое, как и Женька говорит, проплыл, даже и не почувствовал. Обычно я последние полки просто сдыхаю, у меня ноги-то с самого начала не работают, а здесь получилось, что все нормально, проплыл, очень как планировал по идее для утра. Ну вот финал. Жень, не дрогнуло сердце, когда Хольмерс пошел вабанк, что называется, стал уходить? Ну вот это вот волнение, оно и сказалось. Но тем не менее, ты видишь, я сохраняю дистанцию непроигрываемого корпуса. То есть, я в ногах, но корпус он у меня не вытягивает на этой 100-метровке. Вот. И вот при этом раскладе у нас получалось, то есть, там, ну, часто, если я корпус проиграю, то есть, я не дотягивал, не выигрывал на второй дистанции. Вот. А здесь вот я пошел уже вторую часть работать, вот, уже сокращается дистанция. Ну, повороты я неплохо делал все-таки. Повороты видно, как ты съедаешь его на поворотах. Это вот, вы специально как-то отрабатывали эти элементы? Ну, и изюминка моего поворота, вот, то есть, идет бросок рукой, как на касание, потом дельфинообразное движение ногами, и ты вкручиваешь себя в повороты. Обязательно ни в коем случае около бедра не заканчивать, не останавливать руку, а рука продолжает делать грибок практически до лодыжки. и вот финишное касание и буквально одна десятая преимущество. Ты, когда касался выигрываешь? Если я не ошибаюсь, сенат сотых. Я у Перкинса выиграл и у Хольмурта тоже. Сенат сотых. Женя, одна сотая до мирового рекорда, но в то же время четыре сотых превышения олимпийского рекорда. Вечером было намного тяжелее, потому что накрутил себя вот этим. Я уснуть не мог, отдохнуть днем. То есть сам себя накрутил. Ну, 46-70 на четыре сотых быстрее, чем утром. А Холмрес даже не смог улучшить свое утреннее достижение. Действительно, волнение сказывалось на всех абсолютно. Вот и Володя поздравляет Евгения. Володь, ты себя чувствовал, когда ты увидел результат на табло? Если честно, вообще не чувствовал вечерний заплыв. Вообще не чувствовал. Сидели мы в зоне отдыха, или как в зоне подготовки перед финалом. И я помню, что я начал, попытался сконцентрироваться к этому заплыву, попытался расслабиться, потому что нервы были. И все, что я вспомнил, меня разбудил Евгений, говорит, пошли уже. То есть я практически просто заснул перед стартом. И я вышел в каком-то таком в бреду, не понимая, что происходит вокруг меня, и поэтому все 200 метров просли так же, только в бреду. Но это было точно так же, как и для всей вашей шестерки, скажем так. Это был олимпийский, первый олимпийский опыт. Первый олимпийский опыт, и понятно, что возможно. В общем-то, да, ты прав. По-моему, получается, у Юрия Валерьевича мы подсоединиться к нам. Юрий Валерьевич, слышно нас? Юра, привет. Да, да, слышно. Юр, привет. Юра, добрый вечер. Привет. Ты в Омске? Рад вас всех видеть. Юра, ты в Омске? Ну, а где же еще? Слышит, видимо, не до конца. Ну, видимо, не до конца он нас слышит. Юр. Юра. Да, да. Я слышу. Отлично. Хоть задержкой, хоть задержкой, но все-таки идет звук. Юр, мы как раз обсуждали утренний состав, да, Дима Лепиков был за водилой, первый этап был за ним, твой этап был после, Леши Кудрявцева. Он, к сожалению, не смог сегодня к нашей трансляции присоединиться, находится далеко за городом, интернет не ловит. Вот, Юр, достаточно приличное время ты показал, 49-28, как раз вот, когда вы настаивались на эстафету, не секрет, что из четырех должно остаться было двое для финала. Ты все-таки концентрировался на вашей главной задачи, попасть в финал, или вот это внутрикомандное противостояние еще тоже подзадоривало вас? Не, ну, конечно, всегда хочется плыть в финале, это в первую же очередь. Ну, во-вторых, конечно, я очень сильно расстроился, что дней за десять я порезал палец на ноге, и мне это, конечно, очень сильно стимулировало, что я не плавал там, наверное, два-три дня после того. И, конечно, вот, было очень сильно неудобно, но когда я прыгнул в воду уже, в заплыве, я уже про все забыл, и полный газ, вперед. В каком состоянии ты приехал на Олимпиаду? Ты чувствовал, что вот тебя несет что-то лучше в своей форме находишься? Да, конечно, безусловно. Конечно, большое-большое спасибо Геннадию Геннадьевичу, потому что он из нас сделал просто из одного конфетку. Вы как-то нарабатывали, вы как-то нарабатывали именно эстафету? Вот мы до этого, у нас был эфир с Сашей Поповым и Владом Гриневым, и мы как раз задавали вопросы про переходы эстафет, и было ли у вас вот это вот, кто-то ответственный за эстафету, на Круглом ли вы сидели, либо где-то по отдельности, было ли вот это вот объединение, потому что Леша из Москвы, Женя с Виктором Борисовичем тренировались в Волгограде, где-то вы собирались как команда именно? Да, безусловно, мы же сидели перед Олимпиадой на Озере Круглом, и там в первую очередь обязательно мы отрабатывали даже переходы, даже не то, что я поплыл второй или третий, мы все варианты пробовали друг с другом. Юра, сколько ты на отборе показал? Юр, слышно нас? На отборе как прошел отбор? Какие результаты были? Да, ну, я на отборе пропыл одну 50-0-7 и занял шестое место, но я выполнил отборочный норматив и, слава Богу, попал в команду. Да, не просто в команду, а еще в одну, в какую команду? Я бы, знаете, о чем сейчас хотел поговорить? Я бы хотел поговорить об истоках этой команды, потому что все-таки исток этой команды зародился за год до этого чемпионат Европы, вот Дима Лепиков тогда как раз точно так же был забойщиком в афинской эстафете. Ты помнишь Афинный чемпионат Европы? Конечно. Это первое, первые соревнования большие, где мы выиграли, победили там, первое место чемпионата Европы, конечно. Дима, ты тогда тренировался у Игоря Михайловича? Да, я у него все время тренировался. Ты все время, с какого возраста ты попал к Игору Михайловичу? С 87-й год, с 15, с 15 лет. С 15 лет. Все те же огромные объемы, жесткая интенсивность? Да, и все на здоровье, без таких, да, добавочек. У меня вопрос такой, 91-й год Афины, 92-й год Барселона, утренние, вечерние заплывы, Шеффел 93-го года, Дмитрий Лепиков всегда первый этап. Это судьба? Это особенность? Мне как объяснили, у меня тренеры же тоже мы разговаривали, интересно было, почему меня первым ставят. Объясняли так, я же очень легкий был, 76 килограмм, при двух метрах ростка, 196 у меня, я 198 рост был и 76 килограмм, то есть там я просто как сухостой. И говорили, что если ты поплывешь там вторым, третьим этапом, тебя просто волной будет швырять, как кораблик бумажный по всей дорожке, а здесь у тебя есть шанс как-то удержаться еще на плаву там, поэтому меня ставили по первому, не знаю, там по поводу реакции на старт, и я думаю, что там ребята у всех неплохая реакция, когда сборная плава, я знаю, стартанусь, все могу быстро, ну вот, ну из-за того, что я очень легкий был, головой не надо, я не знаю, не устраивался. То есть за два года ты масла так и не набрал? За три? Масла не набрал вообще, да, я еще потом очень долго, после того, как я уже плавать бросил, я не мог ее набрать, я ее набрал быстро, за один год, ну в 30, в 30, я ее сразу набрал, парк, ну и теперь так с мосты нахожусь. Кошкин ездил в Барселону? Нет, Кошкин не взяли, почему-то в Барселону, по каким причинам, не знаю, но я без тренера поехал. Ну и мы, как бы, он меня отдал, а имели... А? Кто присматривал за тобой, с кем помогал, кто непосредственно в Олимпийском обществе? Где-то за месяц до Олимпиады к турецкому бригаду меня направили, и мы там с ребятами все вместе уже там наравнивали и все. То есть фактически все спортсмены, кроме Евгения, находились под руководством Геннадия Геннадьевича Турецкого последний месяц, как минимум? Да, я думаю так. Подожди, я не путаюсь с Европой 93-го. Это Европа 93-го уже месяц. Просто меня тренировал до отъезда на Олимпиаду, просто он не поехал. Это я с 91-м годом перепутал с Афинами. Это там я тренировался с турецким, с бригадой турецкого в месяц перед Олимпиадой и как бы с кошкин вел до самого отъезда. Жень, слышно нас? Да, слышу вас. Ну, возвращаясь к тому памятному вечеру 26-го июля, когда ты стал олимпийским чемпионом, когда первая золотая медаль в твоем активе оказалась, твои ощущения, как ты вечер понял, смог ли ты наконец заснуть перед эстафетой? Да, пришло облегчение, вот, и пришла уверенность в своих силах, вот, то есть уже абсолютно ничего не мешало, вот и все. Женя, это была первая большая победа именно в Афинах? Потому что... Ну, не первая, из олимпийских, олимпиады у меня была первая, ну, в общем-то, и последняя. До этого в чемпионатах мира я не участвовал, так и не получилось, точнее, у меня поучаствовал в чемпионатах мира. В Афинах был четвертый, по-моему, да, в Афинах был, на 200 именно? На 200 метров, да. Вот, но я выиграл 400. Да, да, я именно и про 200 спросил, то есть на 200 это была такая серьезная первая победа, именно на 200 метров. Вот, и следующий момент, они, хоть команды и менялись, потому что в 91-м году мы боролись, ну, если помните, с Белым домом из танков стреляли. Вот, и еще боролись с итальянцами. Потом Ломберти ушел, вот, причем начал-начал год и потом пропал. На Олимпиаду приехал этим комментатором. Вот, и как бы итальянской командой ее не стало. Вот, ну, откуда-то появились шведы. Вот, но опять же благодаря все-таки Хольбертсу, потому что он как бы задавал эту интригу своей команде, вот, и команда понимает, что они бороться будут за медали, то есть они как бы за ним пошли. Ну, действительно, Холмертс, вот, чем-то Карла XII, если шведскую историю вспоминать, мне напоминает лично, вот, настолько он был упрямый человек, и посмотрите, что происходит, да. Афины, тогда еще сборная СССР, Олимпиада, 92-й год уже объединенная команда, 93-й год Шеффилд, и опять сборная России, и опять сборная России, шведы, вторые, по-моему, да, и только в 94-м году Холмертс наконец-то добился своего, привел свою команду к победе, тогда шведы впервые стали на чемпионате мира, первый-единственный раз чемпионами, в том составе, разумеется, был Холмертс, тогда сборная России оказалась только второй, и знаете, вот что еще, мы сегодня будем обязательно говорить про то, как звезды сошлись в тот день, и Вене очень хорошо до эфира говорил про то, как сошлись звезды, я бы о чем хотел сказать, вот именно об этих цифрах, что в Афинах было 7-15, 96, кажется, 7-15-85 в Шелфилде, и абсолютно феноменальный результат 7-11-95 в Барселоне на Олимпиаде, вот все сошлось, Веня, так или не так? Ну, конечно, все сошлось, все к этому и шло, начиная уже после чемпионата Европы 91-го года в Афинах, уже, как бы, я внутренне понимал, что неплохая команда подбирается 4 по 200, тем более у меня уже за спиной было порядка 7 лет в сборной команде СССР, и понимал я, что у меня заключительный старт, и нужно было, как сказать, вот этот шанс, который он возможно еще выпадет, потому что, если мы говорим до 92-го года, его использовать максимально, и вот все-таки я считаю, что еще, ну, как бы, вот так получилось, и звезды, может быть, сошлись, а может быть, еще знаете почему, потому что все-таки на тот момент мы были сильнейшей командой, и вы сами же знаете, что сильнейшим везет, может быть, вот и это правило сработало, я вот думаю, как-то так. Слушай, но вы были сильнейшей командой и в 91-м, и в 93-м, но разница в 4 секунды, и там, и там, вот насколько все легло, что вы именно в лучшем своем функциональном состоянии за всю свою спортивную карьеру подошли, ведь это не просто была победа, это была победа с мировым рекордом. Ну, я после 92-го года уже закончил выступление, в 93-м меня не было. Ты был в 91-м? вы понимаете, как сказать, не, в 93-м, в 93-м году я-то уже не выступал на Европе. Просто вот подошли, это же вот команда, да, вот, например, возьмем мы любую другую команду, там, футбольную, да, если у них, например, в нападении хорошо, а вратарь плохой, они могут случайный гол пропустить. Вот, а у нас было более-менее нормально на уровне всей этапы. Вот, и даже если бы, например, я так понимаю, что, ну, была бы смена там, грубо говоря, меняя Лепикова, там, поменять, там, на Кудрявцева, на вечерний заплыв, думаю, результат бы не изменился. Вот, но, все сложилось так, поступили по спортивному принципу. Ну, что, мы подходим к 27-му июля, к вечернему заплыву, Денис Сергеевич, насколько я понимаю. Я бы еще хотел Юру спросить. Юр, скажи, пожалуйста, окей, я неправильно сказал, по спортивному принципу отобрались, кто попал в эстафету вечернюю, кто попал. Вы сами на вечерний финал поехали или вы по телевизору наблюдали все? Нет, мы это наблюдали с трибун, хоть и далеко сидели, но все прекрасно видели. И можно даже на секундомер было не смотреть, уже так понятно, что мы плывем каждый по лучшему результату своему. Тоже, Леша вместе с тобой был рядом? Ну, по-моему, да. Ну, что ж, давайте посмотрим олимпийский финал с комментариями его участников. Давайте начнем с самого начала, как вы из олимпийской деревни поехали ребят все вместе или по отдельности по-моему как встречались. Влад, ты помнишь, Влад, слышишь, нет? Слышу прекрасно, не помню, как все было, и, ну, скорее всего, мы на одном автобусе ехали. Я последний поехал, я отдельно ехал там, в Диен, когда он со мной оставался еще, у меня на допинг взяли первый этап, и я там сидел, темно стало, все никак было, я там со мной с бутылочкой водички. Мы пока и говорим, Дим, мы говорим о том, как вы поехали в Бастрове на разминку, как вы собирались. А, Бастрове, я не могу. Не, не, пока мы еще не проплыли, вернее, вы еще не проплыли. Хорошо. Да нормально, сели на автобус, да поехали, там же чарты выходили, и приехали, размялись, и пошли в полрум сидеть и ждать. Свои ученики. на шведов смотрели косо. Потом, я уже посмотрел по этапам, то, каким этапом плывет, примерно уже я представлял, что будет в финале уже до выхода на стартовый плот. А потом знаменитая фотография, когда... Шведы классные, ребята, что ты на них прешь? Шведы? Мы с ними, кстати, очень нормально, со шведами, я не пру, ну просто, ты же, Женя, сам знаешь, перед финалом друзей нету? Или есть? Есть. Нет, ну, все равно, ребята, такие уважительные, он там, этот, антикассный, он кидался вообще, что-то пытался кидаться на меня, там, блин, вот, а с Омерцем, с остальными ребятами, вот, они все уважительно относились к нам как команде. Я вот так просто... да, нет, надо смотреть, конечно, мы же конкуренты, ё-моё. Так не в бассейне друг на друга поглядывали. Николай Венеевич, я говорю. Давайте, я сейчас, Денис Сергеевич, дай мне два слова, я ещё скажу, немножко вернувшись в историю. С 1960 года в программе Олимпийских игр эта дисциплина выигрывалась только спортсменами Соединённых Штатов Америки. За исключением Олимпийских игр в Москве, которые американские спортсмены объявили, был объявлен бойкот, и они не приехали. И тогда сборная Советского Союза также выиграла эту эстафету, ни в коем случае не умаляя достижений тех ребят, которые участвовали в этом заплыве в 80-м году в Москве. Всё-таки не участие сборной команды США оно привело к тому, что возможно победа могла и не состояться. 30 лет сборная команда США доминировала... давай всё-таки вспомним, давай обязательно вспомним эту эстафетную команду. Копляков, Сальников, Стуколкин, Крылов и утренний заплыв Русин, Красюк и Пресекин. Да, именно эти спортсмены, показав результат 7 минут 23,50 секунды, выиграли олимпийские золотые медали в 1980-м городе в Москве. Вообще, эта эстафета 4 по 200 метров для советских спортсменов, она была в какой-то степени удачной и практически на каждых олимпийских играх наши спортсмены завоевывали те или иные награды. В 1956 году бронза, в 1964 году было 7 место, в 1968 год бронза, в 1972 год бронза, в 1976 год серебро, в 1980 год золото, в 1984 год советская команда не ездила на олимпийские игры в Лос-Анджелес, но тем не менее на играх дружбы 84 с новым рекордом Советского Союза 7 минут 22 и 31 сотых секунды был показан очень приличный результат Шеметов, Ляшенко, Сальников и Сергей Красюк, эти спортсмены занялись серебряные, завоевали серебряные награды на дружбе 84. Казалось бы, очень приличная эстафета с традициями, с хорошей школой подготовки спортсменов на 200 метров к ролям и светлый путь, так сказать, этой эстафете и этой дистанции. Но 85 год, чемпионат Советского Союза, январь месяц, по ряду причин закончили многие спортсмены свою спортивную карьеру и у нас случился полный провал на дистанции 200 метров вольный стиль. Зимний чемпионат Советского Союза выигрывается с результатом 1 минута 53,5 секунды выиграл Тучин и в общем как-то пока никаких перспектив на этой дистанции не наблюдается. Тем не менее выходят на арену молодые спортсмены Николай Евсеев и Вениамин Тайнович Веня еще в 84 году участвовал в спартаке школьников и уже буквально через год они становятся теми людьми, которые едут на чемпионат мира в Мадрид и там завоевывают в Мадриде 5 место 7,24,56. 88 год предварительным заплыве была дисквалификация и вот новое поколение спортсменов под по большому счету самым взрослым самым опытным спортсменом как раз Вениамин Тайнович является в этой команде и эти спортсмены у нас встают на старт эстафеты 4 по 200 метров в вольный стиль экскурсовую историю сделал на уровне реферата я даже записать хотел что-то да я тебе потом помогу и подскажу если что-то не запомнишь ну что ж давайте смотрим давайте отсмотрим плавательный комплекс водный комплекс Бернато Пикорнелло в Барселоне эстафета 4 по 200 27 июля так Миша у нас звука нет звук будет ну или ребята прокомментируют Дим ты первый раздевался ты выходил на старт знал кто с тобой рядышком поплывет да нет особо там я как-то по этому поводу не заморачивался я знал что нужно быстро очень плыть и голова там не работала что какие-то соперники имена там мне надо первым этапом плывешь все мне надо отработать и тем более кто-то из тренеров к нам зашел по-моему Авдиенко с турецким или турецкий или просто Авдиенко не помню либо вдвоем и сказали ребят ну все как бы вы это после утреннего заплыва ну все вы как бы выиграете непонятно только с рекорда мира или без вот какое-то ну я-то как-то не придал этому значения потому что ну это очень слабо верилось мне но отработать в любом случае это же Олимпиада надо было поэтому я не смотрел по сторонам только главное чтобы как-то выложиться надо было максимально слушай ну вы первыми попали в финал это как-то дополнительную нагрузку на тебя наложило ты все-таки Михаил Евгеньевич у нас что-то выбило все пойдет видео или нет да пойдет все-все можно начинать 1.49.80 была с утра у тебя это был приличный результат для тебя для меня да на уровне на отборе я по-моему 49.7 проплыл если я не ошибаюсь это где-то на уровне лучшего результата для утра это вполне нормальный для меня результат был и для вечера по-моему если правильно помню 49.47 что-то так я проплыл и это да лучший результат мой был ну для меня была объединенная команда третья дорожка команда Швеции седьмая дорожка сборная США я называют в порядке в том порядке в котором команды приплывут потом на финиш чтобы было удобнее смотреть то где находится по-моему австралов дисквалифицировали они по пятой плыли Дим ты чувствуешь да что ты начинаешь начинаешь вырываться вперед и контролировал ли ты ход своего этапа слушай мне турецкий сказал начинайте максимально в конце дотерпите вот так для себя я необычно начинал я никогда так быстро не начинал там приличный результат начало было так быстро никогда не плавал ну тренер сказал думаю значит мы же верим верим своим тренерам правильно ну оно в принципе так и получилось то есть все равно на уровне лучшего результата я проплыл своего поправка по пятой немцы конечно же плыли они не так быстро начали Петер Сит плыл за эту команду а у тебя получилось улучшить причем достаточно прилично 1.49.55 но это все-таки было не самое быстрое начало 1.49.29 у итальянцев 1.49.21 у Пола Палмера англичанина против твоего результата получилось показать вашим соперникам вот здесь на финише уже накрывать стало ты чувствуешь что тяжеловато или контролируешь все еще не я последние 25 вообще стоял я все как бы мне не знаю когда плыл но достаточно ровно все уходят на второй этап Володя да я здесь как ты почувствовал как ты почувствовал вход в воду первые эти метры сразу же вошел в свою тарелку да мне понесло прям сразу с помощью всей команды потому что плыл же не только для себя плыл и для троих ребят которые стояли со мной на борту и плыл для тех еще двух ребят которые смотрели сверху я уже не говорю о наших тренерах и все то есть понес прям сразу с первых метров Володь ну вот смотри 1.47.94 1.48 это предыдущий день 1.48.32 лично утром ты плывешь вернее утром тебе дали отдохнуть но третий раз ты уже плывешь эту сотку за два дня ты не боялся что не хватит сил нет не боялся честно не боялся потому что ну я еще раз повторюсь плыл не только для себя то есть у меня какие-то были дополнительные вайбы от моих друзей но самое что интересное мне всегда везло с партнерами с кем я плыл эстафеты ну например вот сейчас на данный момент я плыву рядом с Хольмерсом Андрюхой он показал лучшее время мне кажется за всю историю Олимпиад 46.13 1.46.13 ну и ты как миха пронесся 46.58 это тебя Хольмерс подтащил так я думаю это я Хольмерса подтащил потому что ему хотелось меня обогнать потом через несколько дней мне опять повезло я плыл эстафеты или 4 по 100 кролевой или 4 по 100 комбинированной утром и я плыл в Геонде вот а на 96 Олимпиаде мне повезло я плыл и свой этап с Гарри Голд Джуниером ну что ж смотрим внимательно этап Фениамина Таиновича так мы уже в эфире ты в эфире твой этап Михаил Евгеньевич где у нас видео я могу сказать значит на тот момент удалось максимально сконцентрироваться максимально просчитать как бы силу свою на весь заплыв потому что было внутреннее ощущение что я могу еще быстрее начать и еще быстрее поплыть потому что вот впоследствии я смотрел там свой темп у меня весь заплыв был темп 115-120 грибков в минуту это спинтерский темп и настолько видать получилось настроиться что-то я картинку другую не вижу только себя тебе все внимание сегодня а ну так да ну ладно вот и и и слой и до этого я его не раз обгонял на этапах кубка мира там на других соревнованиях Веню верните нам в эфир, пожалуйста, Денис Сергеевич Да-да-да, Веня здесь Я делаю Сейчас мы вернемся К этому этапу Да-да-да, Веня Слушаем тебя Ты уже не раз с Тони Вернером плыл Да, не раз уже плавал И поэтому Зная, что последним этапом У шведов плывет Слабенький спортсмен Поэтому я думаю Себя немножко даже еще сдержал И думаю свое проплыву А там уже, я думаю, Женя поставит точку Поэтому я не стал рвать Как бы можно было желание еще Как бы порвать еще Ну, в смысле Внутрь не давить сильнее Но вот я проплыл свое Думаю, пусть будет надежно Поэтому вот так получилось Веня Денис Сергеевич, верните нас, пожалуйста, сюда В студию Давай-давай-давай Запускай видео Мы просто не успеем Миша, Миша Где-то ты потерялся Посмотрим еще разок Неважно Запускай видео Ну что ж, Веня Вспоминаем Вспоминаем Как Да, ну Что тут вспоминать Я его догнал на первом полтиннике Вот И Уже как бы Задачи себе не ставил Быстрее плыть Потому что Можно Чуть неправильно Разложиться И на последних метрах Можно проиграть Все Поэтому я его держал В фокусе И Спокойно плыл Как бы И видать Еще получилось Концентрироваться Хорошо Я вот не слышал Этой шума Толпы Трибун Как бы Делал свою работу Спокойно И уверенно И даже Как бы Я можно сказать Даже Даже не почувствовал Особой усталости После заплыва Вот такое бывает Иногда У меня один раз Было на чемпионате СССР Когда я выиграл 100 метров кроль Зимний чемпионат СССР Было такое дело И я даже не устал Во время заплыва Так И вот здесь Получилось Либо 200 Такая дистанция Но Видать От прилива Уже даже Не было усталости Ты уже видел Что вся разборка Ведется между вами И шведами Ну конечно Я вот и смотрел На него Как бы контролировал И Ну и И все И спокойно Делал свою работу Как бы Зная что Отсталось Ты был достаточно стабилен 48.92 Утром 48.99 К сожалению Нет статистики По переходам Тогда она особо Не велась Она велась Она тогда велась Переход я тоже Немножко затянул Как бы Вот Поэтому Нет Я имею в виду Что исторически Не велась Твой соперник По финалу Томми Вернер Тогда 49.35 Проплыл Это было похуже Чем у тебя Почти на 4 десятых Ну да Видать Он не смог Настроиться Я думаю Ты думаешь Ну что ж Михаил Евгеньевич Тормозни на секундочку Пожалуйста Да Да И вот смотрите Уже в ранге Олимпиады Чемпиона Евгений Садовый Принимает Этот этап А против него По Соседней дорожке Встает Ларс Флорандер Тогда еще молодой Сколько ему 18 лет ему было Это первая олимпиада Ларса Флорандера Он станет еще раз Призером В 96 году В Атланте На этой дистанции Его звезда Зайдет аж В 2000 году В Сиднее Где он сенсационно Выиграет 100 метровку Баттерфляем А против сильнейших Конкурентов Но что удивительно Ларс является Рекордсменом А среди пловцов Все рекордсменов По количеству Олимпиад Их аж 6 Это первая Олимпиада Молодого Ларса Флорандера И заплыв Которым ему Не повезло Не повезло Потому что Он пришелся Под каток Евгения Садова Жень У тебя уже Была уверенность Не понимала Этого Однозначно Обгонишь Я начну Все сначала Вот То есть Как мы Находились Находились В колл-руме Я смотрю Дима Ну такой Парень Любит Уйти в себя Такой Затихнуть Володя Это общительный Человек Вот Он Уши свободны Если найдет То есть Моментально На них садится Его фиг стащишь Потом оттуда Вот Веня Такой Прожженный Парень Умудренный Опытом Вот То есть Дает советы Но С Вениной стороны Ребята Ни в коем случае Фальстарты Володя Пашненко Говорит Ни в коем случае В воду не прыгать Нас за это Сняли В свое время То есть Вот такие вещи Меня слышно Ребят Слышно Хорошо Да Жень А то Так Молчание Немножко Я немножко Смотаю Внимаем Внимательно Вот Я единственное Что Перед выходом Тоже так Как Дима В сторонке Находился От ребят Наблюдал За всеми Со стороны Вот Единственное Я решил Собрать их Кучу В троих Мести И попросить Об одном Я говорю Ребят Давайте на самом деле Как Веня говорит Не сделаем Фальстарты Вот Я вас прошу Отдайте мне Последний этап Не больше Двух корпусов Чтобы мы Проигрывали На что ребята Такие Возмутились Не мы тебя Отдадим Рука в руку То есть Вот так Если они Помнят Ну Наверное Я не вру Помните Это ребят Вот Ну дальше Что у нас Происходило А Ну видите Сами Вот Единственный момент Когда я прыгнул В воду Я не знаю Как я так Верни пожалуйста На начало Все На начало Заплыва Я не понял Но тем не менее Я как-то сразу Быстро оказался Впереди То есть Прыгнули Вроде одинаково Чуть-чуть Небольшой Выигрыш Заплыва Женинова Четвертый этап А вот А прыгнул В воду И что-то Сразу Сразу Я от него Уплыл Вот Ну Надо понять Разницу В вашем классе Да Флорандер С утра Нет С утра Да-да С утра Он достаточно Небыстро Проплыл 50-13 Кстати 50-31 Он только Проплыл Вечером Против 40-46 Если я не ошибаюсь Восьми У тебя Ну конечно Это пропасть Ну Отрыв Был Очень Большой То есть Я не видел Смысла Его Наращивать И В конечном Итоге Когда Я Проплыл Коснулся Это будет На видео Вы можете Посмотреть Вот То есть У меня Абсолютно Даже Дыхание Не сбилось Я стою С закрытым Ртом И дышу Носом Спокойно То есть Это я помню Прекрасно Хорошо Вот Ну Вот я от него Ухожу 50 метров Нет Уже Корпус Отставания То есть Я могу Сать Тих Когда я Смотрел Этот заплыв По телевизору Я тогда Еще не думал Что меня Ведет с плаванием Хотя я приехал Подступать Я сидел на Абитуре В Омском Институте Пискультуры Я посмотрел Этот заплыв Со стороны И я технически Понимал Что происходит Как люди плывут Но когда прыгнул Садовый Я Изумление Я думаю Наверное Урод Потому что Для меня Это был Какой-то Инопланетянин Он вообще Настолько От соперников По дорожкам Отличался Он летел Над водой Он делал Повороты Уже достаточно Современные Которые Очень похожи На то Что делают Сейчас И разумеется То что Он уходил Совершенно Спокойно Легко И порядке От своего Соперника Не было Ну Я могу Сказать Что Основная Масса Людей На Олимпийских Играх В 92 Году Они плавались Темповым Кролем Еще Можно назвать Австралийский Это когда Одна рука Начиная Грибок Другая В этот момент Выходит На пронос Из воды У меня Такой Более Скользящий Кроль Один Из Первых Спортсменов У нас Здесь В России Уже Данила Изотов Что-то Мог И Исполнить Ну Все Раньше Я Был Первым Скользящим Кролем Начал Но Что Здесь Ты Совершенно Спокоен Ты Понимаешь Что Медаль Твоя О мировом Рекорде Ты думал Или нет Нет Я думал О том Чтобы Все Сделать Правильно Чтобы Не Было Ни Сучка Ни Задоринки То Чтобы Все Правильно Потому Что И Веня Со Своей Стороны Правильные Вещи Говорит Ребята Ни В коем Случай Не Прыгайте В воду От Радости Вот И Был Абсолютно Прав Что Мы Как Юрий Мухин Говорил Мы Нарабатывали Эти Переходы Этапов Мы Как-то С Вени Уже Будучи Извиняюсь За выражение Старыми Продопедунами Участвовали В ВИП Заплыве Которые Сейчас По каким-то Причинам Перестали Проводить Но Тем не менее Мы Свои Этапы И Вени И Я Что-то У нас 16-17 Сотых Мы Передали Свои Этапы Мы Распечатки В руки Взяли Ну То То Достаточно Неплохой Результат Для Этого Времени А В те времена То Мы Нарабатывали Переход Этапа Три Сотых Девять Сотых Это Уже Считался Плохой Плохой Результат Да Ребята Где-то 11 15 16 Надежно Считалось От 10 До 16 Да Да Но Мы Тогда Шли Мы Шли Уже Надежно Да Мы Мы Не рисковали Ничего То То Все Было Продумано Вот и Дон Я Я Считаю Что Именно Так Это И Было Вопрос Вене Вот Именно Та Легендарная История Которая По-моему Случилась С вами В Бонне За Какой-то Период До Этого Когда Вас Дисквалифицировали Когда Вы Нырнули В Воду Это Опять К Вопрос О Том Как Все Звезды Сошлись По-моему Ты Не Будь И Попрыгали В Воду Здесь Я Участвовал Мне Довелось Участвовать В эстафете 4 по 50 Вольный стиль На этапе Кубка Мира Тогда По-моему Участвовал Александр Попов Каченко Не помню Кто четвертый И мы Проплыли По рекорду Мира Эту эстафету И первое место И от радости Попрыгали В воду И Ну И вот Горела Верхняя строчка Там Первое место Рекорд Мира Горел И тут же Раз Через Три секунды Горел Дисквал Такая была ситуация Михаил Евгеньевич Ты с нами? Так где-то в 91-м году Что ли В Боне На этапе Кубка Мира Прямо Веня Вот у меня К тебе Такой вопрос Да По сути Ты самый старший Был из этой Четверки Спортменов Которые Принимали участие В этом заплыве Первые Твои Олимпийские игры Должны были Пройти В 88-м Году Но просто По нелепой Случайности Ты пропустил Эти Олимпийские игры Отбор В 96-м А в 92-м году Тоже Сложился Не очень удачно Расскажи Как ты Вот Преодолел Вот это Эти 4 года И как Как ты Нашел Силы Силы Сохранить Форму И не просто Сохранить А Просто Выйти На новый уровень Результатов Все спортсмены С которыми Ты начинал Плавать Уже Сошли По большому счету По крайней мере С 200 метровки Он уже поколение Новых спортсменов Которые на 5 лет Младше тебя Как сложился Отбор Что тебя Мотивировало Удержаться И держать Сложился Отбор Значит Я где-то Получается Весной 99-го Года Приступил К тренировкам И смог Отобраться Уже На чемпионат Европы Не помню Где я там был Где проходил По-моему Страсбурге Да Страсбурге Чемпионат Европы Проходил Но там Невыразительный Был результат А далее Буквально Через полгода Мне уже удалось Установить Рекорд СССР На 200 Вольный стиль Ну и Как бы Регулярно Где-то Вот Последние Там пару лет Не последние Последующие Пару лет До 91-го Года Там Я выиграл Чемпионат СССР На 200 Кроль Ну выезжали Составили Сборной команды На такие Соревнования Как Игры Доброй Воли Вот Чемпионат мира 86-го года Чемпионат мира Перти 91-го года Январь месяц Вот Поэтому Как бы Что Любовь Наверное Любовь Как говорил Тренер Геннадий 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 Турецкий Любовь К плаванию Потому что Ну уже С 85-го года Уже Такая жизнь Круглый год По сборам 360-350 Дни в году Сборы Вошло в привычку И хотелось Дальше Как бы Совершенствоваться И зная И зная Того Что Еще Вершина не достигнута Еще время Как бы Не пришло Поэтому Вот это и двигало Жень Веня Между вами Разница Практически 6 лет 67-й год И 73-й год Не было Какого-то Такого Наставничества Или может быть Наоборот Дедовщины Не Ну Как ты сейчас Слышал Денис Я В общем-то Прислушивался К любому мнению Которое Приводит В конечном итоге К результату Вот Один раз В прошлом году На проходящем Чемпионате России Ко мне подошел Журналист И Вот как же так Как вы считаете Юлия Ефимова Проиграла молодой девочке Я говорю Слушайте Ребят Ну это спорт Ну вот В этом и есть Его прелесть То что Да Вышел человек Поднял Плавание На другой уровень Ну вот Но за ним Тянутся уже Другие молодые ребята Вот В этом и есть Прелесть развития Этого вида спорта То что Лидер вытаскивает Новых лидеров Вот Я считаю Что Ну не было бы ребят Вени Димы Володи У нас конкуренции Между Ну нормальной Я веду Конкуренции Не то что Морды бить там В этом В подъездах В раздевалках Ну вот Но у нас Нормальная конкуренция Была Из-за этого мы Благо нас сумели Тренера Сохранить Что мы Друг на друга Кинуться не стали Ну вот И мы добились Результата Ё-моё Так что У нас был эфир Жень Пару дней назад С Александром Поповым И он сказал Что та команда Которая была В 92-м году Она была Наверное Самая сплоченная Самая феноменальная Вот именно По духу Ну Я могу сказать У меня до сих пор Хранится фотография Где мы на сборах По джибойсе Находимся Вот И там Помимо вот этих ребят Которые здесь Сейчас на видеоконференции У нас Присутствуют Там Все остальные И Рудковская И Саша Попов Все-все-все И Володя Сельков Вот И Куликов Владимир Вот Так что Вот Дримтим у нас Да Такой собрался Целеустремленных Ребят Да Конечно Это феноменальнейшая Была Олимпиада Столько золота И девчонки молодцы Тоже Лену Рудковскую Тоже самое Вспоминаем И другие медали Юр Ты был на трибунах Мы видели Как ребята Обнимались На сцене Как даже промелькнула Мысль нырнуть всем Но Мудрость Вениамина Игоревича Остановила Этот поток сознания Что на трибунах Творилось Когда ребята Выиграли Ну и оглох Там маленечко Я даже не слышал Что там Там конечно был такой Рев Тем более Наша команда Мы сидели все вместе Там Просто это было феноменально Мы ждали Этого результата И наконец-то Он пришел Это благодаря Спасибо пацанам Мужикам Дима Давай вспоминать Вот закончилось все Вы должны сейчас Идти на награждение Наверняка Дупинг офицеры Подоспели Что уже За объективами Телекамер Происходило По поводу Награждения В футболках Ты имеешь ввиду И без футбола То что мы на пьедестале Там стояли Ну пока Не дошли Пока еще До пьедестала Дойти надо А что А что там Произошло Там Вас на допинг Взяли Нет На допинг На допинг Да Дали Человека Назначили Рядом Который ходил На допинг И все А награждение Потом было Через какое-то время Уже объедили На допинг А пошел Уже после награждения Ну вот это вот Награждение Где фотография Миш Мы сможем фотографию Показать Да Дима Дима Дженя Стоят Стоят без футболок Вот что Что произошло И чем это Чуть не закончилось А то что Мы с Женей Взяли Другие футболки Там же две пары Давали Сборную Экипировки Одни вот такие Синяки Вторые сферы С большой надписью Адидас И мы с Женей Пошли в такие Ну как бы Не специально А ребята Такие одели Ну кто как хотел Так и одел А ребята Что там Судья Или кто К нам подошел Сказал что Это реклама И что там Надписью должна Какие-то Определенные У них там Размеры есть Адидас Был большими буквами Написан Ну нам пришлось Что Снять их пришлось Вот так и получилось Что мы как будто Были с Садовым Два пижона Там стоим По поясу Там это Прокачивание Прокачивание Потом же вы все таки Оделись А? Потом же вы все таки Оделись Володь Ну после награждения Это после уже Так не оделись Там уже Кофточки какие-то Олимпийки Слушайте Ну я Насколько Знаю Что вам даже Вынесли предупреждение Чуть ли не Для дисквалификации За голый торс Нет По-моему Так Предупреждение было О знаке Адидас Оно было На всю грудь Знак Адидаса На всю грудь Понятно Понятно Кто-то у нас Отвалился Не вижу Кто Женя Здесь Дима Здесь Вова Отвалился Вы же Опа Вернули Вову Вернули Мишу Все на месте Михаил Евгеньевич Да Да Возвращаясь Возвращаемся В студию Ребят Закончилась Победная Эстафета И что Олимпийскую деревню Еще кто-то Что-то участвовал Кроме Жени Для меня это было Потому что На отборе После отбора Не планировали Меня поставить В стафету Но я плыл И 4 по 100 Кролевую стафету С утра И 4 по 100 Комбинированную стафету Кролевой этап Я плыл утром Слушайте Вот какой вопрос Его чаще всего Задавали Журналисты Может быть не напрямую Но задавали В том числе Тренерам И это муссировалось Очень сильно И сейчас Кстати в чатах Забрали зеркальный вопрос Что было бы Если бы 4 по 100 Поплыл Садовый И что было бы Если бы 4 по 200 Поплыл Попов Вот насчет 4 по 200 Попов Я первый раз Такое слышу И так все здорово Получилось Но вот насчет 4 по 100 Женя Были такие разговоры Или это в принципе Не рассматривалось Ну Не рассматривалось У нас В команде А вот А американцы Ну как бы Они Что что-то такое Было Кто-то дал интервью Из старших тренеров Вот Дал объяснение Вот Ну А в этом случае Он аргументировал Так что Не поплывя Садовый Выстафет 4 по 100 Он поселил В моих ребят Надежду Вот так Я запугал Ну конечно Твоя техника Я повторюсь Была абсолютно Феноменальная Когда это Наблюдали со стороны А уж я представляю Как народ Смотрел на все На это в бассейне Я все-таки Мишин Вопрос Развернуй шире Он как-то уже Через несколько дней Перескочил Вы вернулись В олимпийскую деревню Вот Дима перед эфиром Сказал что Задержался на допинге На собрание Вы успели попасть Или вы уже все Приехали к отбою Это уже все было поздно И вы просто спать легли И все это прошло Втихаря Дим Как было Встреча команды Чемпионов Вот про собрание Не помню Не На ужин-то был Там на ужин-то можно было Сходить Уже другой Проработал И Не знаю Не помню На самом деле Не помню Может даже на собрание Попали Володь Ты помнишь Как все-таки Честно Мне ваше Произошло Не вообще Не помню Вот честно Не помню Я помню Что было Очень много Поздравлений Было Все как-то Сумпурно Потому что Я понимал Что мы уже Выиграли Эстафету Что у нас Есть медали Что рекорд мира А как все Происходило Я Вот помню Ватсапа нет Инстаграма нет Это все В аналог истории Сохранилось Только в ваших головах Поэтому мы Надеемся По крупинкам По крупинкам Мы это все Мы это все Вспомним Воссоздадим Венимин Игоревич Удалось заснуть Удалось заснуть Этой ночью Ночью После После Ну почему Конечно удалось Спокойно Я же еще участвовал На следующий день Утром В эстафете Четыре по сто Крылевая Предварительно Заплыли Поэтому Так все Скромно Посидели Поужинали У нас в комнате Собирались Остальные ребята Потому что Почему-то к нам Любили в комнату Заходить Где Александр Попов Потом Кто с нами жил еще Ты Кто с нами жил В деревне В Олимпийской Ну в это В квартире Ну я был А Юра по-моему Да жил Да Гена Пригода Да Ну все же у нас Собирались Все приходили К нам Посидели Поговорили Разошлись И И на следующий день Мы Плыли Предварительно Заплыв Четыре по сто В эстинку А я Насколько помню По олимпийской традиции На следующее утро Всех олимпийских Чемпионов И призеров Объединенно Собирали И Штаб Поздравлял И вручал Значки Заслуженных Мастеров спорта Был Так Так и было Так и было Удостоверение И значки На следующее утро Всем вручили Почему Заслуженные 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 Мастер спорта СССР И России Миша Ты расскажи Про мои Значки Да Я думаю Вот у Вене Так не получилось У Вене У Вене Не получилось У меня Получилось Заменю Потому что Мне в Барселоне Вручили Мастера спорта Заслуженного СССР Там же Или по приезду Вручили России И за 96 Олимпиаду Ну на всякий случай Еще раз Вручили То есть у меня Три корочки Заслуженных То есть Одного СССР И два России И три Значка Коллекционеры Коллекционеры Могут обращаться К Владимиру Пушненко Его Можно достаточно Легко найти В Инстаграм Ребят Небольшой Перекурчик Буквально Одноминутный Перекур Перед тем Как Мы перейдем К вопросам Уже не только Касающимся Барселонской Эстафеты Небольшой И до утра Неоднократная Чемпионка Олимпийских игр Многократная Чемпионка Мира Звезда Инстаграм И не только Инстаграм Прекрасная Девушка Юлия Ефимова Самый лучший Барс Самый красивый Барс 10.00 утра Среда На прямой связи С Лос-Анджелесом Будет Наша Импровизированная Студия Мы будем Мы будем Говорить О Барси Будем Говорить О Попальниках На загаре И немного О том Что случилось С переносом Олимпиады В Юлиной Карьере Среда У нас Юлия Ефимова Пятница 19.00 вечера 19.00 вечера В пятницу Главный редактор Журнала Плавание Неоднократный Призер Олимпийских Игр Дмитрий Волков Вот такой У нас Уклон В сторону Браса Пойдет дальше На этой неделе А в субботу Мы планируем Опять Вечер С Геннадьем Геннадьевичем Турецким Продолжим Ответы На ваши вопросы Философский Взгляд Геннадия Турецкого На плавание Рекомендации Спортсменам Это все В субботу Вечером Итак Среда Юлия Ефимова Пятница Дмитрий Волков Суббота Геннадий Турецкий Михаил Евгеньевич Меня упрекает Иногда о том Что я немножко Зачастил с этими эфирами Что надо больше Дать пауз Но вот мы тут С Михаил Евгеньевичем Общались Давича Что называется И Получается Что у нас запланировано Гораздо больше Чем Наверное Мы можем переварить Нет Михаил Евгеньевич Сможем все переварить Мы Давича встречались А теперь Запамятовали Не Ну будем Конечно Как-то Пытаться Максимально Удовлетворить Спрос Наших Зрителей На ту информацию Которую мы Предоставляем А тем более У нас такие Замечательные гости Каждый раз В студии Один спортсмен У нас Вот Юра Юра вернулся Юра вернулся Да Юра Вот была Какая-то Такая Ну Не обида Но Достат Удалось Финал В финал выйти Нет Такого Внутреннего Недореализации Именно Вот что Не попал Ты в финальный Заплыв Я прослышал вопрос Мишки Я не слышал Да Юра Юра Такой вопрос Не было ли Какой-то Такой досады Что не Не попал В финал Что вот Не ты Хотя Ты бы абсолютно Не испортил Картины Вечернего Заплыва Не Ну это Спорт Чего обижаться Обижаются Девочки Это как Правильно Женя сказал Это спорт Как получилось Так получилось То что не делается То к лучшему Ребят Знаете Один из первых Вопросов Который пришел Сегодня Я даже Вот его прочитаю Вам весь Достаточно Интересно Сформулировано Добрый день Вопрос Всем участникам Эстафеты Валерий Понедельников Спрашивает нас По прошествии лет Возникала мысль о том Что рано Закончили выступать Понятно Что сложно было Найти мотивацию Для выступлений Но Сейчас понимаете Что мог Возникнуть И другой вариант Тренировок Жень Вот Тебя особенно Это касается 92-й год Абсолютно Сенсационное Восшествие На Паутинный Олимп Евгения Садового И уже 93-й год Соревнования В Шелфреде Заставили В тех Немножко Вздрогнуть Потому что С одной стороны Да Было Голото Но Прежнего Садового Мы уже Не увидели Мы увидели Садового С небольшими Небольшими Помарками И это Заставило В тех Вздрогнуть Вот Ну Многое Во-первых В стране Изменилось Это первый Момент Вот И Ну То есть Пришло Понимание И у меня В том числе И у моего Тренера Виктора Борисовича Когдиенко Вот То что В нашей Методике То есть Есть Провалы Но какие провалы Если бы К примеру В тот момент Была дистанция Пять километров Вот Ребята Я бы туда ушел Вот Но ее не было Просто Набросто И в следующем Итоге Мы Очень мало Уделяли Внимание Развития Максимальной силы Вот И следующий Момент Мы не знали Как работать С максимальной силой И затем Утилизировать Локтат Потом эти Методики Они появились Но опять же Их Доработали Американцы Они с ними Первые Начали работать Ну Там Мы с Авдиенко Работали На развитие Выносливости Вот И Финальным Так скажем Заплом У меня Случилось То что Брадикардия Это болезнь Кенийских бегунов То есть Я развил Свою Выносливость До того Момента Где уже Развивать Не имеет смысла Когда сердце Бьется 21-23 Удара В минуту То есть Вы сами понимаете У кенийских бегунов У них Бьется сердце 23-25 Удара Ну В этом Была Закоска Но ничего страшного Я плавать Закончил Вот Ну Пошел Нормальный Ритм Жизни Сердце Восстановилось Ну Пробовал Еще раз Вот Ну В тот момент Мы тоже Этот момент Не догоняли Только Сейчас Вот Вы Вы сами Знаете У нас Чемпионат России На Иной раз Проходили Россия Ну Вот По международным Правилам Там все четко Но Для чего Придумали А три раза Стартовать Дистанцию Потому что Появилась Методика Утилизации Лактата Вот Через Откопку Правильно Но Соответственно Те Которые Эту Методик И не Пользуются Они Отваливаются Те Которые Первые Начали Пользоваться А пользовались Сами Знаете Кто Мы Англсанцами Называем Волотят Я не Про Тебя Вот А они То есть Тут же Стали На Коне Вот И Все То есть Пошло Дальше Развитие Я считаю Что И в других Странах Тоже Данила Изотов Но Опять Как Я благодарен Вене За то Что Мне захотелось Его в конечном Итоге Обгонять Но Вот Так же Начали Появляться Другие Спортсмены Это Спорт Это Движение Это Развитие И Наработка Различных Методик Получилось Что-то Новое Использовать Там Получилось Комбинирую И так Далее Вот и Все Вот Вене Твое мнение На этот 25 лет Ты все-таки Ушел Во-первых На коне Во-вторых По тем Ременам Достаточно Возрастным Спортсменом Ты себя Полностью Реализовал В спорте Ну Думаю Что Можно Было Еще Четыре Годика Позаниматься Но Ведь Получилось Как Турецкий Уехал В Австралию И В принципе Уже Ну Проработая С Турецким Много лет Уже У меня Не было Просто Мотивации Уходить И тренироваться С каким-нибудь Другим Тренером Наверное В первую очередь Сыграло Это То Что У меня Была Нехватка Мотивации Потому Что Пик Был Достигнут И Так Особо Стремиться Было Уже Ну Можно Было Бы Конечно Ну Вот Я думаю Что Основную Роль Сыграло То Что Геннадий Геннадь Уехал В Австралию Володь Ну Кому Как Кому Как Не Тебе Лучше Всего Знать По Поводу Австралии Да Потому Что Ты Вслед за Геннадь Геннадь В конечном Счете Оказался В Канбере Расскажи Нам Про Свою Историю Не Сразу Уехал Не Сразу После Олимпиады Как Сашка Александр Попов Уехал У меня Какое-то Время Заняло Решиться На Это То То Есть Никогда Не задумывался Об Окончании Своей Спортивной Карьеры Но Получилось Так Что В финансовом Плане Было Очень Трудно Туда Уехать И Во-первых Совсем С другой Стороны Нашего Шарика Но В конечном Итоге Я Уехал И Тренировался В бригаде Турецкого Находясь В австралийском Институте Спорта То есть Но К 96 Олимпиаде К 96 Олимпиаде Меня уже Готовил Другой Тренер Дима Слышно Нас Да Но У тебя Еще Ты Вернулся С двойной Мотивацией После Олимпиады С двойной Мотивацией После Олимпиады Да Или Это уже Как-то Начало Превращаться Мотивация Осталась Для того Чтобы Бить Рекорды Слушай Но После Олимпиады Ну Как Я Как Любой Спортсмен Какая Задача Ставится Перед Любым Человеком Перед Любым Спортсменом Клавать Начинает Или Футбол Играет Олимпиады Чемпион Самые Соревнования Большие В жизни Любого Спортсмена Вот Тем более Да И вроде бы Как Олимпиада Прошла И вроде Б всего Дости Что Хотела А морально Это Очень Тяжело Я Считаю Что Я Это Вообще Рано Закончил Что Я морально Не выдержал Вот эти Вот Нагруз Колоссальные И Там же По 24 Километра В день Плавали С Кошкиным Начиная С 17 Лет Пошли Нагруз На сборах На основных По 24 Километра То есть Объем Прямо Гасили И Ну Очень Тяжело Как Мне казалось Да И сейчас Тоже Покажется Поэтому Ну Мне Не очень Хотел Тем более В бригаде Кошкина Как бы Я Один Был Мы Двоем Сем Работали Кошкин И Я И Вот Поговорить Нескин Всегда Один Поэтому Было Очень Тяжело Морально И Я Решил Наверное Хватит Вроде Бо И Забил Всего Хотел Наверное Хватит На В чем Другом Себя Пробовать А Там Что Получается Там 90 Получились У нас Как Раз Там Уже Не Попробуешь Себя Там Было Очень Ветело Да Вот На На Базе Узеро Круглое Организовали Сначала Казино Потом Стали Приезжать Ребята Бандиты С Девочками Вот С утра Жизнедеятельность Она Вся Была На Бортике Вот Потом Они Вышли Из Казино И Кто-то Из Автомата Расстрелял Вот Ну То Вот Эти 90 Да Они Были Никуда Эти Не Дел Вот Это Наверное Привело К тому Что 92 Год Золото Олимпийских Игр 93 Год Золото Чемпионата Европы 94 Год Второе Место На Чемпионате Мира Два Спортсмена Из Этой Четверки Плыли В Риме А в 96 Году Уже Фактически Некого Было Ставить В эстафету Владимир Еще раз У нас Даже Россия Не Выставляла 4 по 200 Королевую Эстафету В 96 году То есть Ухудшаться Ухудшаться Я Кстати По прошествии Времени Понимаю Насколько Тяжело Было И Федерации И Тренерам Все-таки Поддерживать Какую-то Жизнь Во всей Этой Движухе Потому что То что Происходило На улице Происходило Вне Спорта Было Достаточно Тяжело Тяжело Было Нашим Родителям Нашим Наставникам И Конечно Тем Кто В 90 Уже Никакие Никакие Перетурбат Не страшны Михаил Медаль Была Завоевана Спортсменами В этой Эстафете Ну Недаром Говорят Что 92 Год И Особенно 96 Год Это Те Олимпиады Которые Прошли Еще На Я думаю Что Феномен Вот Этой Олимпийской Команды 92 Года Мы Сможем Обсудить И Давайте Ребята Вот Может быть С вами Вот Веня Ты прошел Разное Поколение Спортсменов У тебя Были Все-таки В 85 Году Одни Партнеры По команде В 92 Году Другие Партнеры Через тебя Прошла Смена Методик Подхода Тренерского Вот Твое Мнение Почему Именно В 92 Году Выстрелила Эта Олимпийская Команда Звук Звук Вениамину Денис Сергеевич Потому Что Пришли В команду Как Пришла В команду Свежая Кровь Молодые Сильные Ребята Вот С С отличными Физическими Данными Вот С хорошей Чистой Головой Как Скажем И Попали Они К хорошему Тренеру Геннадь Геннадь Турецкому Вень Ну Они Пришли Мы Тренировались Вместе С этими Ребятами И Я думаю Что Здесь Какая-то Проедошла Ну Передача Может быть Опыта Знаний Не только Подача Была Ну С бортика Бассейна Суз Тренера Ну И еще В общении С нами Потому что Как бы Внутренне Я понимал И положительно К ребятам Относился И Я даже Не видел В них Соперников И Когда Там Ну Пришло Время Когда Меня Обогнали На Чемпионате СССР Еще Тогда На 200 кролей Я не занял Первое место Я даже Как-то Особо И не Расстроился Потому что Я Уже Понимал Внутренне Что Пришла Как бы Свежая Молодая Молодежь Которая Способна Быстро Плавать Как-то Так Михаил Ты доволен Ответом Ну Это Мнение Венимина Игоревича О чем Я хотел В завершении Поговорить Действительно Здорово Помнили Прекрасные Слова Геннадь Турецкого О том Что Нас Объединяет О любви К плаванию Ребят Кто Где Сейчас Давайте В порядке Эстафеты Кто Где С чем Занимается Какое Отношение К плаванию Умеет Сейчас Дим Я В фитнес-клубе Тренером Работаю По плаванию Как Попасть К лимфийскому Чемпиону Как Средка Смену Мира На Тренировке Я Не знаю Я Там Особо Не Кичусь Рекламу Себе Не Делаю Поэтому Ко Мне Просто К тренеру Приходит Кто Узнает Конечно В дальнейшем Потом Ты Можешь Что Это За Фитнес-клуб Где Вы Работаете Нас 2 Год назад Откупил Иксфит Московский И Вот Сейчас В Ксфите Работаю Рядом С Домом Очень Удобно Через Дорогу Работаю Меня Устраивает Все Нет Желания Ты Заметишь Какую-то Золотую Рыбку В фитнесе Нет Желания Или Все Амбитные Реализованы Не Понял Еще раз Вопрос Нет Ли Желания Воспитать Своего Чемпиона А Нет Вот У меня Нет Почему Вот Я Почему Фитнес Пошел Не Пошел Я Пробовал Тренером В бассейне Работать В свое Время 2000 Года И Что-то Не Мое Научил Плавать Человек Он Благодарен Все Хорошо Все Довольно Позитив Без Секрат Миров Веков Чтобы На Спокойном Все Был Поменьше Нервничать Нужно А там Все-таки На соревнованиях На своего Питомца Всегда Приходится Переживать И Не Мое Это Понятно Дим Спасибо Володя Володя Как у тебя Что сейчас Ну У нас с тобой Был Отдельный Репортав По поводу Вообще В целом Системы В Америке Но Твое Внутреннее Ощущение Ты на своем Стене Находится Тебя Все Удовлетворяет Я Если Честно Даже Не представляю Себя Не тренером По плаванию Я Уже 21 Год Здесь В Америке Практически Все Время Работал По плаванию Сейчас Совладелец Плавательного Клуба Кец Аквари Тим У нас В нашем Клубе Плавает Около 340 Детишек Сейчас Наверняка После Коронавируса Будет Чуть Чуть Поменьше Также В моем Клубе Плавала Моя Дочь Дарья Сейчас Сейчас Тренируется У знаменитого Тренера Майка Барома В университете Мичигана Эн Арбор Вот только Недавно Вчера Закончила Третий Курс Это уже Ну Называется Junior Junior В колледже То есть Она Уже Начинает Последний Год Обучения В университете Тренирую Даже Сам 8 лет Не дотрагивался До воды После Своей Плавательной Карьеры Ну Потом Что-то Не знаю Почему Решил В 2006 Году Проплыть На чемпионате Мира По Как Александр Попов Говорит По старперам В возрастной Группе 36-39 Я установил Рекорд Мира На 200 Кроль Который Кстати До сих пор Держится Мне кажется И Еще выступал В 2010 Году Тоже На чемпионате Мира Среди ветеранов Выиграл Все три Дистанции Но установил Только два Рекорда Мира На 100 Кроль И на 200 Кроль Для возрастной Группы 40-44 Супер Супер Я тебе могу Скать Что есть Люди В категории Мастер С кем я общаюсь Которые При слове Пышненко Буквально Делают Такую Стойку Что Закатывая Глаза Ты для них Со своими Результатами Уже После Плавательными Являешься Абсолютным Идолом Было Очень Интересно Кстати По 2006 По 2006 Чемпионату Мира Я тогда Выполнил Отбор Для американской Команды То есть Я проплыл 1-52-7 Кажется Или 1-52-8 И это Был Отбор Для Чтобы Можно было Плыть На Нэшнлс Но это Было Олимпик Трайлс Олимпик Трайлс Но у меня Не было Я не был Тогда Не серезен Блин Не мог Принимать Участие Да Не мог И за Буквально За две недели До Олимпик Трайлса Я получил Гражданство Американское И вот Эти две Тренировки Упорно То есть У меня Была Неделя Тренировок Неделя Подготовки И Плыл Там В 2008 Году В возрасте 38 лет Круто Круто Крутая История Веня В возрасте 38 лет Вениамин Игоревич Тайнович Принимал Участие В каких Немных Соревнованиях Сейчас Уже Не помню Я вообще После Олимпиады Практически Ни в каких Соревнованиях Не принимал Участие И Получилось Как Когда же Вот Заканчиваешь Со спортом Не можешь На воду Смотреть Какой-то Ну вообще Не ходил Не занимался Плаванием И тут Меня позвали В 96 году На открытый Кубок Москвы Среди Ветеранов И там Я проплыл Где-то 57 секунд Но я Вот Сколько Спортом Занимался Да И 200 Вроде Плавал И 400 И даже 800 Плавал Иногда На выбывание Ну такого Якоря Я не ловил Ну как Такой усталости Я не знаю Как я доплыл В общем 57 проплыл Ну как я доплыл Последний четвертак И я приходил В себя Не знаю Ну в общем Вот за 4 года Что происходит С организмом Поэтому А сейчас Уже где-то На протяжении Последних лет Десяти Я стараюсь Плавать ежедневно По утрам Где ты Кто ты сейчас Я в Уфе Председатель Региональной Общественной Организации Оздоровительного И спортивного Плавания Школа плавания Вениамина Таяновича Республики Башкортостан Ну Громкое Громкое Звание Что входит Твои обязанности Ну я руководитель Председатель Организации Мы занимаемся И обучением И спортивным Плаванием Где-то Под моим Руководством Работает 15 тренеров Ну потихоньку Развиваемся Вот уже В течение 5 лет Организация Скажем так Существует И Уже Можем Что-то Как-то Ну какую-то Селекцию Проводить Вот Ну и так-то Я проработал Тренером Уже Больше 20 лет Больше 10 мастеров Спорта Воспитал Даже есть У У воспитанников Победитель Первенства Европы Ты сам на бомбике Стоишь Или это в твоей системе Происходят подготовки Ну в принципе Я Сейчас меньше Раньше я стоял С утра до вечера С 6 утра До 9 вечера Где-то на протяжении 15 лет Сейчас Поменьше Сейчас Ищешь Золотую рыбку Или ты успокоился То есть Так как Дима Сказал Что это не твое Ты лучше Передашь кому-то Другому Ну тут Сложно Сказать Золотую рыбку Я вот просто Веду Несколько Спортсменов Небольшую Группу Там Есть у нас И кандидаты Мастера спорта И первый разряд Ну планируем Выводить людей На нормативы Мастера спорта Вот Кого-то там Ну так Обычная работа Тренерская Ну если Просто Бывает же момент Если у кого-то Ну Видно что пойдет У ребенка То его конечно Можно поднимать Еще выше Ну пока работаем В этом направлении Трудимся Отлично Юрий Валерьевич Да Ты не заснул там еще В Омске сколько времени Да Уже пора спать Да Нормально все Расскажи Расскажи Как твоя Жизнь складывается По окончании Спортивной карьеры Ну Живем в Омске Все спасибо Семья Дочка Работаю в центре Спортивной подготовки На отделение плавания Ну Задачи ходят Организация Соревнований В Омске Вы Спортсменов На Всероссийские Соревнования Ну по возможности Когда вы зовете Езжу Судить соревнования В частности Медвей Челленджер Мне очень приятно Находиться на них Пацаны Наверное не видели Какие эти прекрасные Соревнования Вот в нашем детстве Их не хватало Таких ярких А Володя говорит Пытаюсь выйти на соточку На хобби Ну все Растем Будем расти Будем развиваться Это город Омск Жень Пришло все-таки Понимание Что из плавания Как Веня Сказал На воду Одно время Смотреть не мог А вот Все-таки В свое время Тоже пришло Понимание Что Хватит на нее Не смотреть Вот Но Как бы Все-таки Все равно Хоть как-то Хоть рядом Хоть не обязательно Там Истязать себя Тренировками Вот Тем не менее Хотя бы Со стороны Наблюдать За этой ситуацией Вот Как Как оно Вообще Плавает Вот Ну Двое Сыновей Достаточно Много Работаем По Организации Проведения Соревнований Потому что С комитетом Пока Все это Дело Согласуешь Там Я не знаю Под соли Надо съесть Вот То все равно Кому-то Этим Надо Заниматься А больше И некому Вот И вот Так вот Получается Что И в Волгограде Организации Занимаюсь И Периодически То в Москву То Международные Сарты Выезжаю Ну Когда я Здесь Волгограде То есть Ну Взял себе Тоже Для того Чтобы Опять же Заставить себя Двигаться Думать Ввиду Частные занятия Достаточно Различный Контингент Очень Очень много Детей С проблемами Вот Есть И хорошие Ребята У которых Проблем Нету С ними Занимаешься Получаешь Удовольствие От того Что у него Начинает Получаться Ну 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 Своё Время Просто Сложилось Так Что Я Попал В Влагопедический Садик То есть Там Всё Делалось Через Постановку Дыхания Вот Потом В пятом Классе Если не Ошибаюсь Заболел Бронхитом Вот Тоже Проходил Ребята От ВОФМК Лечебная Пискультура Вот Тоже Через Дыхательную Гимнастику Ну В общем-то Я Работаю Не как Многие Тренера Приоритет Не ставлю Движение Вот А в первую Чуть Приоритет Ставлю Движение Точнее Дыхание А потом Уже Под это Делал Движение Ну От этого Я получаю Просто удовольствие Вот И всё Потому Что Как я и сказал Есть Ребята Там И С Инвалидностями Мальчики Девочки А вот А есть Дети Которые Здоровые Отслеживают Тенденцию Ну Чем Я могу Вам Пожаловаться Наверное И Посокрушаться Немножко Вот Это Наверное Всё Так Всё Так В первую Очередь Что Мы Все Вот Эти Методики По Логопедам По 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 ЛФК Мы По Дыхательным Гимнастикам Мы Это Всё Потеряли А Это Раньше Всё Это Было Понимаете Разговариваю Во Многих Школах Представьте Себе Учитель Математики Он Замещает Учителя Физкультуры И Ведет Этот Предмет Представить Себе Это Можете Ну Я Тоже Сначала Представить Это Не Могу Вот И Таким Школам Во всяком Случа У нас Другими Людьми Я Тоже Интересуюсь Других Регионах Та же Самая Песня Нет Желания Эту Ситуацию Хоть Кому Кто-то Я Здесь На Мастере Вдруг Учителем Физкультуры Стоящим Станет Е-мое Уже Плюс Уже Уже Хорошо Володь Ты Рассказывал О своих После Ветеранских Достижениях Я помню Что когда Геннадий Геннадьевич Рассказал Говорю Он Пышненко 40 лет 1.52 Положил Он Говорит Он говорит Пыша К 40 годам Говорит Хоть плавать Наконец-то Научился Кстати Он прав Кстати Он прав То есть Раньше Когда меня Тренировал Геннадий Геннадьевич Турецкий Я не обращал Внимания Он наверное Обращал Внимания Как у меня Ноги работают Ты кстати Мне это Вчера Или позавчера Про это говорил Как я вхожу В поворот Как я выхожу В поворот И я начал Анализировать Как тренер Потому что Я тренировал Сам себя И я понял Что надо Что-то менять И если ты Посмотришь Сейчас Все мои заплывы С чемпионатов Лура Или из каких-то С региональных Чемпионатов По ветеранам Что ты увидишь Ноги у меня Работают отлично Выходы длинные Поворот Я вхожу Очень быстро Может быть Потому что Стал тренироваться В ярдах У нас же в Америке Мы тренируемся В коротких ярдах И за эти 23 метра Или 25 ярдов Я просто не успевал Уставать Дима Дима сейчас Слушает Слушает И по-моему Думает Где же у него очки Да А вроде бы Уже знаешь Так и захотелось Самому поплавать Вот Вот Да Это Дима Тут главное Вовремя остановиться И не слушать Вот этих Бородатых Да 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 Кстати Ребят Вы знаете Что на Владимире Пышненко Именно та самая Экипировка В которой он шел На старт Олимпийского заплыва Да Да Можно Небольшую Небольшую Ремарку сделаю Вот На Казанском Чемпионате Мира А вот До меня дошла Такая информация Что Кстати Говоря В Казани Вот такого не случилось Ну там И народу поменьше Приехало Там Что-то в районе Четырех тысяч Всего было С небольшим А вот Обычно собирается Не меньше Шесть тысяч На Амастерс Вот Но До меня дошла Информация Что редко Какой Амастерс Проходит без груза Двести Да ты что Ничего себе Володя Ну В Казани Была В Казани Была ситуация Подходит ко мне Турок Начинает Объяснять Говорит Вот у нас Человек Отобрался Но Говорит Поехал На другие Соревнования То есть Сюда В Казань Можно Говорит Но На этих Соревнованиях Поехал На другие Соревнования И на этих Соревнованиях Умер Можно Мы На тумбочку Вынесем Его портрет С черной Ленточкой Я Е-мое Стою Голову Думаю Взял За руку Отвел К американцу Который Ну То есть Занимался Так скажем Организационным Контролем А вот Организационным Разрешил Его фотографию Вынес Поставил На тумбочку Немногие Говорят Да это Так Классно Это Я говорю Ребят Вот Я эту ситуацию Вижу Таким образом Берешь Пистолет Револьвер Вставляешь Один Патрон Начинаешь Крутить И щелкаешь Себе Весок Извините Я Вот так Больше 25 метров Быстрее Быстро Плавать Нельзя Самая Длинная Дистанция Для нас Это 25 метров Ребят Вот на этой Ноте Мы с вами Будем И Громадное Спасибо Что все Пришли Берегите Себя Женя Абсолютно Прав Берегите Себя Будьте Здоровы Я уже Обращаюсь Ко всем Нашим Зрителям В среду Приглашаю Всех На встречу С Юлией Ефимовой 10 на 0 Москвы Пятница Встреча С Дмитрием Волковым Легендарным Советским Плавком И главным Редактором Журнала Плавание Суббота Продолжаем Общение С великим Тренером Геннадием Турецким Ребята Большое Спасибо Большое спасибо Что были С нами В эфире Будьте Здоровы До новых Встреч Всех Всех Был рад Видеть Спасибо Пока Всем До свидания Редактор субтитров